Всем доброе утро! Продолжается кулинарный этап фестиваля Дочки-Матери. И сегодня вот все это великолепие, которое на столе, мы из него сделаем, ну, какое-то просто чудо. Будет руководить нами Аня Петровская и Маша и Даша, правильно я вас называю? Не перепутал никого? Да. Мы приготовим очень вкусное блюдо, которое называется торт. Он будет сделан из печенья, бананов, сметаны, сахарной пудры и немножко молочка, оно как бы идет в составе, но в совсем малом количестве. Не диетическое блюдо? К сожалению, нет, но это очень, скажем так, радостное блюдо. Оно достаточно экономичное, быстро готовится и в итоге получается, я бы сказала, потрясающий результат. Вот этот тортик, на самом деле, очень интересно делать с детьми, они во всем помогают, что-то там советуются, какие-то новые изобретения. И игры, и блюда вместе. Поэтому это своего рода такое приучение девочек ко взрослой жизни. И мальчиков уже тоже, потому что сегодня мы снимаем... Мальчики нас поедают в основном. Я согласен на эту роль. Хорошо. Ничего я не сказала об одном важном моменте, торт нужно ведь пить с чаем, ну, вернее, кушать с чаем. Поэтому мы сделаем необычный чай, который я очень люблю, я всегда люблю экспериментировать, использовать какие-то волшебные травки, желательно полезные. Волшебные травки. У нас передача, вы сами понимаете, почти детская, но травки волшебные. Вот, чай мы будем делать из лепестков мяты свежей, добавлять туда будем корицу, немножко имбиря молотого и апельсин. В первую очередь, наверное, мы сейчас сделаем крем, вот Даша очень хочет принять участие в этом, да, добавляя сахарную пудру, буквально 4 ложки, и все это дело нужно будет перемешать. Обратно, 4 ложки, раз, два, три, четыре. Для того, чтобы перемешать крем, не требуется каких-то специальных приспособлений типа миксера. Это можно сделать просто ложкой, так как здесь используем сахарную пудру, она достаточно быстро растворяется и превращается в гомогенную массу. Даша, можешь продолжать мешать, а я пока начну резать бананчики. Пока я режу бананы, Маш, ты можешь приступать к следующему действию, что нам нужно делать? Слой первый сделать. Да, но только для этого что нужно из печенька сделать? Мало. Так, ну-ка покажи ко мне. Полностью, Машуль, полностью. Мы ручки мыли, они чистые, да. То есть полностью не ручки полностью, а печеньку полностью в молоко. Его обмакнули, немножко стряхнули. То есть это нужно для того, чтобы печенье немножко влагу в себе взяло и стало таким вот влажненьким. Мне кажется, самое прекрасное занятие, которое может быть, макать печеньки в молоко. Да. Вот, видите, всем находится занятие. Вообще это изумительно, когда много дочек. И когда они уже вступают именно в такой... Ты считаешь, да, что когда много дочек, это хорошо. Да, это очень супер. У нас же есть еще старший сын. Он вот тот, кто поедатель, да, вот этих всех наших изумлений. Девочки вступают сейчас в такой возраст, когда им все очень интересно. Именно вот эти вот кулинарные всякие вещи. Ты заходишь и открываешь холодильник, а там немыслимые вещи стоят. Крем получился вот такой вот изумительной консистенции. Очень вкусный, да. Аня, откуда у тебя такие слова? Скажи, пожалуйста, в лексиконе. Гомогенная консистенция. Я вот даже не знаю, с чем это связано. Может быть, с моим образованием? Какое у тебя? Я вообще по образованию врач. Это все в прошлом. А теперь я счастливая мама у своих детей, да? Да. Вот. Смотрите, друзья, как выглядит нижний слой. Он с печатью. Вот смотрите, теперь мы просто делаем вот таким образом. Наверное, может быть... Ну, сейчас помажем. Равномерненько все это распределяем. Следующим этапом у нас идет выкладка бананов. Вот такой слой второй мы уложили. Так. Теперь дежавю. Переходим к прошлому. Опять печеньки? Покрываем нашей гомогенной массой. Гомогенная масса. Кремообразная, вкусная, белоснежная. Вообще, в каком вы сейчас находитесь в прекрасном состоянии? В садике или в школе? В школе. В школе? Обе? Да. В одном классе? Да, за одной партой. Мальчишкам, наверное, бой даете, да? Как? Нет? Бегают от вас мальчишки или они за вами бегают? Бегают. Бегают? От нас. Завершающим этапом является украшение торта. В принципе, можно использовать что угодно. Вот у кого какая фантазия, тот так и делает. Но мы не будем сегодня слишком всех напрягать. Мы сделаем очень простым образом. Мы используем какао-порошок. Можно, допустим, немножко такое сочетание сделать. Украсить его. Мало сладкого было. Давайте туда еще сахарной пудрочкой. Этот тортик можно украсить как угодно. Например, надпись какую-то на нем сделать. Вот мы сейчас с девочками что-нибудь напишем. Например, Даша напишет часть одного слова. Маша продолжит. Вот девочки постарались, написали слово дочке. Вот эту красоту мы отправляем сейчас в холодильник буквально на 2 часа, для того, чтобы он немножко так скрепился, для того, чтобы было удобно резать. Он пропитается и будет очень вкусно. А холодильник закрываем на замок, чтобы никто не съел. Тем временем... Я пошел в холодильник. Тем временем, пока тортик у нас приобретает нужное состояние, есть у нас такое желание приготовить очень вкусный чай. Для этого используем свежую мяту. Количество меда, добавленное в кружечку, зависит тоже от ваших вкусовых качеств. Кто как любит. По одной палочке корицы мы сюда вставляем. Добавляем по маленькой такой горсточке имбиря молотого. Давай, Маша, добавляй сюда пару долек апельсинчика. И это дело мы должны залить кипятком. И что самое интересное, этот чай не требует какого-то длительного заваривания. Залили кипятком, и буквально через 2 минуты его можно употреблять нашим готовым тортиком. Красота. И запах, друзья, вы не представляете, как это пахнет. Чай готов, я пошел за тортом. Мы ждем. Сейчас добытчик вернется с мамонтом. Вот он, холодненький, печенно-сметанно-банановый. Банановый, пропитанный, увлажненный и очень-очень вкусный. Сейчас мы его аккуратненько попробуем разрезать. Я, правда, когда достал из холодильника, понял, что это тирамису. Вот для меня, например, тирамису выглядит именно так. А я думаю, что 99% мужчин вообще не отличат. Вообще не отличают. А если еще какую-нибудь красоту сверху добавить, да, то мы с вами попадем как будто бы прям в ресторанное какое-то меню такое. Там дулечку того же самого лимончика, апельсинчика, ну что угодно. Ну, в общем, что, отмечаем удачный завтрак. Да, завершение первой половины дня. А Анне Петровской и Маши, Даши вот с тирамисушечками. Как раз, мне кажется, нам на четверых, да, смотри, по два кусочка хватит. Да. Мы сейчас будем есть, а вы завидуете. Если тоже захотите, то, по крайней мере, сначала вам придется принять участие в фестивале «Дочки матери», пройти кулинарный конкурс, но уж а потом, а потом увидеть себя с экрана телевизора. Да. Это очень здорово на самом деле. Всем доброго дня. Субтитры сделал DimaTorzok